Сегодня я расскажу тебе о пяти самых зашкварных ютуберов по префай. Всем привет, братья и сестры, на связи Отец Евген. Здарова, Отец. Добро пожаловать на новенький, опко-подгорательный видосик. Сегодня у нас что? 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 Правильно. Порция зашквара и отборнейшей кринжатины. И испанский стыд в оплате. Вы просто реально офигеете. Сегодня на моем операционном столе сразу пять человек. Хотя назвать их человеком с моей стороны, ой, как ошибочно. Мошенники и зашкварщики. Отписываться от них после просмотра или идти и хейтить я никого не призываю. Это сугубо ваше личное решение. У меня на канале, как всегда, все в рамках приличия. Просто обзорчик и парочка шутечек, как вы любите. И даже полноценный анонс следующего разоблачения. Как обычно, заранее прожимай свой царский и отцовский лайкосик. И присаживайся поудобнее. Сейчас будет, ой, как жарко. Начнем мы наш зашкварный топ с одного из самых знаменитых обманщиков во фрифайле. Который по непонятным мне причинам вдруг стал получать респекты от игроков. И даже поддержку от некоторых ютуберов. Редфейс. Или говоря по-русски, красная е... Сегодня на канал этого ютубера подписано более 25 тысяч человек. А его ролики набирают десятки тысяч просмотров. Помимо роликов, на канале проводятся и стримы, где сидят самые обычные игроки и лампово проводят время. Автор канала довольно часто коллаборирует с другими более популярными ютуберами. И казалось бы, а что в этом такого? Почему этот чеченский милаш вдруг оказался в этом топе? Не состыковочка, по-моему. В прошлом, Редфейс это один из самых знаменитых мошенников в нашей игре. Который на протяжении нескольких лет ежемесячно кидал людей на десятки тысяч рублей. И скрывал свое лицо под дешевой маской с Алиэкспресса. Видимо, боясь того, что его однажды отпиздят. Не, ну в этом я его, если честно, понимаю. Схема мошенничества была самая простая. Редфейс обещал своим подписчикам накрутить алмазы за копеечки. Платишь ему там какие-то 500 рублей, а он тебе на аккаунт 5000 алмазов. Вся реклама проходила в ТикТоке, где он ежедневно публиковал якобы отчеты об успешной накрутке. Ролики набирали сотни тысяч просмотров. Но, естественно, никакие алмазы он никому не накручивал. Этого в принципе сделать во Фрифайре невозможно. Год назад я уже рассказывал и показывал, как он клепал те свои ролики. Но даже несмотря на это, дети в силу своего возраста и слабого интеллекта велись на эти фейки. За все время своей бурной деятельности Редфейс поимел с доверчивых игроков сотни тысяч рублей. На эти деньги он оборудовал свое рабочее место. Собрал себе топовый ПК и начал стримить. И продавать настройки. Куда ж без этого, без настроек-то? А в перерывах даже умудряется и коллаборировать с другими более популярными ютуберами. Забавная, если честно, память у наших игроков. Не находите? Вчера какой-то кунч вас обманывал на деньги. Забирал у вас последнее, ставил у вас ЧС и глумился над вами. А сегодня вы его поддерживаете. Отправляете ему донатики на стримчиков. Все у него прекрасно. Ролики набирают десятки тысяч просмотров. И никого вообще сегодня не ебет, что этот человек обул на круглые суммы сотни доверчивых детей. Что с вами не так? Люди, кто поддерживает этот кусок говна? У вас все нормально с головой? Нет. Но поверьте мне, несмотря на все это, это лишь цветочки. Самое интересное вас ждет впереди. Друзья, нас с вами на этом канале уже почти 250 тысяч. И я благодарен каждому из вас, кто подписался на этот канал. Огромнейшее вам спасибо. Не забывайте лайк. А если ты этого, братик, до сих пор не сделал, то самое время это исправить. Подписывайся на канал и участвуй в розыгрыше недельного ваучера. Все, что нужно для того, чтобы его забрать, подписаться на мой канал и нажать колокольчик. Его я проверяю. Поставить лайк под этим видеороликом и написать комментарий. Победители будут объявлены в следующем моем ролике. Желаю удачи. Я уверен, многие из вас прямо сейчас не ожидают увидеть этого ютубера в данном топе. Но не спешите делать выводы. Наш маленький бизнесмен оказался здесь не случайно. И Маджи, он же Стасик. Нет, не может быть! Нет! Нет! Сегодня он может смело называть себя самым успешным продавцом настроек для всех ботов Free Fire. Получив славу и поддержку от других более популярных ютуберов, подсос чужого хайпа Стасик, недолго думая, придумал способ, как монетизировать собственное имя. Он стал продавцом настроек. Бля, гениальный! По его личному мнению, его настройки на отяжку сегодня самые лучшие в интернете. Не, ну херовые же настройки не будут столько просмотров на ютубе набирать, правильно? На хули нам, бизнесменам? Это у майора там какие-нибудь 25 рублей, потому что говно. А у бога отяжки все на уровне. Лучшая отяжка в СНГ. 500 рублей. И еще 500 сверху, чтобы лично и Маджи позвонил тебе в дискорд и сам все настроил. Ты вранулся? Итого 1000 рублей за все про все. Ну окей. Допустим, его настройки реально самые крутые в интернете. И купив я их, я реально стану настоящим профи в этой игре. Давайте вместе посмотрим, что это за чудо такое. 500 рублей стоят у Маджи десятки его голосовых сообщений, пересылаемые им из ЛС в ЛС тысячу раз. Наш бизнесмен настолько ленивый, что после оплаты своих клиентов просто берет и пересылает пачку, хрен пойми каких аудио. И по факту после этого кладет свой огромный болт. Не, я по факту его болт не видел, это просто выражение такое, не подумай. Ну ладно, по обертке конфетку не судят. Может быть там реально в этих аудио годная информация, которая поможет мне стать самым настоящим профи. Давайте вместе посмотрим, что там в этих аудио. В конце настройки, там движок, все ставишь, короче, пополам. Например, если у тебя ядра 6, то ставишь 3. Короче, пополам высокую FPS там ставишь, короче, все, ну, все как у меня. И чтоб Джорстик не вылетал. Там еще, по-моему, в конце, видишь, как он у меня стоит. Там, короче, радиус заходишь. Что это, блядь, вообще такое? И вот это вот стоит 500 рублей. Ха, я один абсолютно нихрена не понимаю, о чем там идет речь. Каким, блядь, макаром я должен настроить свое устройство, если я нихера не понимаю, кроме сотни типа, 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 короче, типа, ну, типа там, вот там внизу, типа, короче, типа. Что это за хуйня? Это максимально странное дерьмище, но это работает. Стоит ли мне вам говорить, что подобный товар не стоит своих денег от слова совсем? Никаких тебе скриншотов, никаких тебе наглядных инструкций, а просто набор конченых аудио, записанных, видимо, в параллель между утренней срачкой. И вот за это ему платят. И получают вот это. Кто украл говно? Но Имаджи оказался здесь не благодаря своему чудо-товару, а благодаря своему отношению к своим клиентам. После того, как человек покупает у него настройки, и, естественно, не понимая, как ему настроить свое устройство по этим хер пойми каким сообщениям, он, конечно же, недовольный просит у Имаджи возврат средств. И как вы думаете, отдает ли Имаджи им деньги? Вместо возврата он просит сверху еще 500 рублей. Для того, чтобы он, бог настроен, позвонил своему клиенту в Дискорд и настроил все лично. Я тебе говорю, лучше в Дискорде взять, потому что я по тебе все настрою. Ну, и оптимизацию полностью, и все в этом. Короче, до идеала. Плюс еще обход пока дам. Вот такая тема. Блядь, Имаджи! Да личный часовой разговор с Наполеоном Хилом дешевле стоил, чем с тобой, горе-фрифайерщиком. А если клиент отказывается брать личный звонок, то Имаджи просто ставит его в игнор. Вот и весь бизнес. Да ты просто гений экономики! Я думаю, это заслуженное четвертое место. В моем телеграм-канале, кстати, я уже подробно рассказывал об Имаджи и сливал все переписки с его клиентами. Также в моем телеграм-канале есть и его настройки. Отдаю их, ребятки, за бесплатно. Ссылочка на мой телеграм-канал, если что, в закрепленном комментарии. По счастливой случайности, в следующем в нашем списке оказался вновь продавец настроек. Мне, если честно, вообще кажется, что чуть ли не каждого, кто продает сегодня настройки, и можно смело клеймить самым зашкварным ютубером. Сильное заявление. Ведь продажа настроек сегодня – это банальный лохотрон. Когда вы уже это поймете? Невозможно купить настройки, заточенные индивидуально под вас. Во-первых, устройств тысячи. Во-вторых, игроков миллионы. Как может один человек знать заранее миллионы вариаций настроек? Это развод чистой воды. Вы платите свои деньги за воздух, за рандомные настройки, которые эти самые продавцы берут из своей головы. Чтобы настроить ваше устройство, нужно как минимум знать ваши какие-то личные данные. Банальный размер ваших пальцев, вашу реакцию, ваш способ игры, потливость, стрессоустойчивость и еще сотню других нюансов. Все настройки на телефоны, на ПК – это исключительно индивидуальная хрень, которую настроить можете только вы сами. Все продавцы этих настроек никакие не гуру. Они просто пользуются своим именем. Они получили хайп, просмотры, подписчиков и успешно, с помощью вас, лохов, все это монетизируют. Люблю слушать шелеста аудитории. Ээээ, денег. Денег. Ну да ладно, как говорится, лох не мамонт, не вымень. В отличие от нашего прошлого персонажа, Маза ФФ продаёт настройки на телефон. О том, что его настройки это полнейшая хрень, я сейчас говорить не буду. Думаю, это и так всем понятно. Я лишь отмечу, что весь канал этого дурачка сегодня это прямое олицетворение нашего с вами комьюнити. А конкретно его глупости, наивности и безвкусости. Если мне не верите, посмотрите сами. На канале Маза нет ничего, кроме видеороликов с настройками. Он записал один ролик и из раза в раз на протяжении нескольких месяцев просто его перемонтирует и заливает к себе на канал. Здесь нет больше ничего. Лишь один перемонтированный ролик, который набирает десятки тысяч просмотров. В этом видосике, ребятки, я вам покажу бесплатные настройки, которые вы так долго ждали. Как правильно делать оттяжку, как улучшить вашу оттяжку, как быстро настроить оттяжку на любой телефон, как настроить идеальную оттяжку за 3 минуты. Как настроить оттяжку за 5 минут? Настроить оттяжку за 5 минут. Как настроить идеальную оттяжку всего за 5 минут? Как настроить оттяжку за 5 минут? Как настроить идеальную оттяжку за 6 минут? Как идеально настроить оттяжку всего за 6 минут? Ты пойман за руку, как дешевка. Это смотрит, это набирает подписчиков. У него их уже 140 тысяч. Прикиньте, уровень. Какой-то Юрич тратит там месяцы своей жизни и монтирует реально годный контент. Бессонными ночами рождает новые идеи Тратит целые дни на написание сценариев Тысячи собственных рублей на контент Десятки часов на съемку и монтаж И получает свои просмотры ценой огромного количества сил А какой там маза Просто за пять минут в сотый раз Монтирует ебучий ролик про оттяжку И получает все ровно то же самое Я задам вам этот вопрос сейчас второй раз Что с вами не так? Тут даже дальше и комментировать нечего Ну а этот персонаж я думаю в представлении вообще не нуждается Дени, миллиардер, плейбой Обою Кто же из нас не знает о добропорядочном бизнесмене Дан Рэдике Тем более после моего-то ролика о нем Дублировать сейчас информацию из моего разоблачения я не буду Кому интересно ролик об этом фрифайерском инфо-цыгане и хайпажоре Есть на моем канале Переходите, смотрите Я лишь расскажу вам о том Почему Дан Рэд сегодня является не только мошенником и хайпажором Но и балаболом и трусом За несколько дней до выхода моего разоблачения Допрепорядочный бизнесмен обещал мне в личных сообщениях меня слить Он на серьезных щах давал слово, что снимет на меня ролик После которого все игроки фрифайера будут меня презирать и хейтить Он говорил, что на его стороне правда, все пруфы и только факты Мне действительно было интересно, что же там такое секретное обо мне расскажет Дан Рэдик Но как итог, на его канале до сих пор никакой ответки нет А разговоров-то было... До ролика читал о тебе десятки сообщений с угрозами А как только ролик вышел, ты засунул язык в жопу Чет как-то не по-мужски даже Ты был бы мужчиной, ты мне отправил бы смс Насколько ты тупой, бля Это, ну типа жесть, гений Ну а перед тем, как я назову имя самого зашкварного ютубера сегодняшнего топа Подпишись на мой канал по-братски У меня тут, между прочим, для тебя готовится целая гора годного контента Несколько разоблачений, интервью с другими ютуберами А ты... не надо так, братан Подпишись давай по-братски и колокольчик прожми, чтобы ничего не пропустить Студент ФФ Возможно, у вас прямо сейчас в голове возник вопрос Кто такой студент ФФ? А я на него вам с радостью отвечу Студент ФФ это самое наглядное обозначение словосочетания Испанский стыд О, бля Это, наверное, впервые в истории моего канала Когда я не могу подобрать нормальных слов Чтобы описать все то, что происходит на стримах этого фрифайерщика Студент ФФ это бывший участник одной из самых популярных гильдий СНГ Апгейминг И когда-то далеко в прошлом Самый обычный среднестатистический игрок фрифайер Но однажды видимо поехавший головой Ну или просто окреленный желанием поиметь легких дик Студент это первый человек в нашей игре Который решил совместить фрифайер с так называемыми Трэш-стримами Он и стриптиз вам станцует И футболочку порвет И кровать отпиздит И на лысо побреется, если понадобится И даже машонку небритую вам покажет Студент ФФ это воистину самый кринжовый И зашкварный персонаж во фрифайер И мне кажется, что это тот самый персонаж На которого я просто обязан сделать полноценный разбор Да-да, вы меня сейчас правильно поняли Прямо сейчас я не буду показывать вам все то, на что способен этот персонаж Я подробно расскажу о нем и о всех его подвигах в своем отдельном ролике Совсем скоро на ютуб канале Отец Евген Большой обзор на самого кринжового и зашкварного ютубера во фрифайер Студент ФФ Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить Друзья, я очень надеюсь, что данный видеоролик вам понравился Если это действительно так, не поленитесь поражать свой царский отцовский лайкосик под данный видосик И обязательно пишите в комментариях, что думаете по поводу всего мной сказанного Буду рад почитать ваши комменты С вами как всегда был Отец Евген Увидимся в следующем видео Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok